Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Не думаю, говорит наш зритель. Итак, это была ошибочная идея. Вы знаете, ошибочная идея как раз отражена в вопросе. Это замечательный вопрос, я хочу поблагодарить автора вопроса, потому что полное впечатление, что он сделал снимок с азербайджанской политики и введенного в заблуждение подхода азербайджанского народа. Я считаю очень уместным напомнить, что я уроженка Баку, и я завершила там свое высшее образование, я сформировалась как личность там. Например, у меня бы вот в таком тоне вопроса никогда не возникало, и я никогда не обращалась с таким вопросом к широкой общественности Азербайджана. Напротив, я стараюсь выделить политику, политиков и тех, кто вводится в заблуждение. Теперь посмотрим. Видимо, так я понимаю, поскольку конец вопроса говорит о том, что это вопрос от гражданина Азербайджана. Кстати, тот же вопрос мог задать армянин. Я хотела сказать, только в самом конце как-то можно подразумевать это. Давайте мы согласимся, что нет никакой идеи, из-за которой просто так должны гибнуть люди и тысячи людей. А тогда у меня вопрос такой, а как погибли все те в Сумгаите, в Баку, в Ганзаке и в других 327 населенных пунктах Азербайджана, которых убивали только за то, что в Нагорном Карабахе подняли вопрос с просьбой. Повторяю, это была просьба, обращенная к Верховным Советам, как Азербайджанской Советской Социалистической Республики, так и к Армянской Советской Социалистической Республике. Что, вы знаете, вот основания такие, а не рассмотреть ли вам вопрос, чтобы, например, точно так, как много раз было в Советском Союзе, Нагорный Карабахе в том же самом государстве. Что значит Азербайджан хочет? Мы остаемся в том же самом государстве в Советском Союзе. Почему надо было, например, Нахчеванскую Автономную Советскую Республику оставлять в составе Азербайджана, в то время как это была в основном армяно-населенная республика? Точно так можно было передавать и Нагорно-Карабахскую Автономную Область в составе, и там бы жили армяне и азербайджанцы. Не стоило их убивать. Я согласна, не стоило их убивать. Только из-за того, что Азербайджан просто так согласится, не согласится. Вот где хороший вопрос, действительно. То есть есть изначальное убеждение права, самим право распоряжаться и убивать тех, кто с тобой не согласен. Нельзя. Никакая идея этого не стоит. Теперь, что касается начала вопроса, поскольку говорят о Карабахском движении. Карабахское движение не было начальным этапом того, что происходило. Начальным этапом была политика еще демократического Азербайджана, 18-20 год, который насильственно хотел подчинить себе армян Нагорно-Карабахского огромного региона. Надо сказать, что это настолько было очевидным, что лига нации не признала де-юру азербайджанскую, поскольку она не только не имела первоначального суверенитета, потому что только первый раз возникла, а потому что она не контролировала, не распространялся ее суверенитет. Что делал Азербайджан? Он распространял или хотел распространить свой суверенитет, убивая тысячи людей. Нет, нельзя такую идею. Карабах хотел приостановить, как мы уже с вами знаем, нахичевенизацию, то есть полное изгнание армян, выживание их из мест их постоянного проживания, из Халарского района, Шамхорского, Куткашен и другие. То есть армяне Нагорного Карабаха сказали, можно мы в том же самом советском государстве перейдем в другую республику, все опять рядом. Что не так? Опять будем дружить? Нет, Азербайджан во имя идеи, что это все мое, и вы должны подчиняться, произошло. Здесь все мое, это действительно все его? Вот как раз таки тут хороший вопрос. Почему? Потому что даже когда советская Россия вошла в Баку, согласились все бывшие муссаватисты, ставшие в одночасье большевиками, что будет советизация, потому что Турция посоветовала, Турция же мы знаем, что дружила с большевистской Россией, да, мы это уже с вами сегодня хорошо знаем. И они стали советской. После этого Россия, 11-я Конная Армия, она вошла и в территорию, обширную территорию Нагорного Карабаха, не НКО, обширную территорию Нагорного Карабаха. И думаете, что она сказала? Она сказала, что вхождение российской армии не означает ее оккупацию и никоим образом не задевает ни права армян, армянской республики на эту территорию, не касается того спора, который есть еще и со стороны Азербайджана. То есть Нагорный Карабах не считался Азербайджаном, потому что, как Лига нации ее определила, спорной территорией, так она оставалась и для советской России. Кто-нибудь это помнит? То есть это не принадлежало только-только что возникшему государству. Мы поэтому должны четко осознать, да, надо жить в мире, и можно было жить в мире, и сегодня можно жить в мире. Что сегодня не имется? Почему сегодня нету мира? Почему азербайджанские войска входят на территорию Армении, укрепляются там и отказываются выйти на пределы тех, которые были до 12 мая, я же не говорю о прошлом веке, до 12 мая 21 года. Кто? Кто начинает все время вот это стремление, кстати, это и есть основная позиция нацистов, все время расширять собственное пространство, собственное. То есть мало для того, чтобы развиваться, надо еще. Это как раз-таки то, что так сильно забывается. Мы делаем ремарку расширять пространство и объявлять его собственным. Объявлять его собственностью и или соглашаешься ты полностью раствориться вот в этом этносе, в данном случае азербайджанском, или ты должен уйти. Между прочим, даже вот такой демократ, как Муталибов, буквально в прошлом году, где-то месяца 3-4 назад он сказал, вы знаете, ну, граждан, там, те, кто жители Карабаха, или они должны согласиться стать гражданами Азербайджана, или должны покинуть. Вот чего нельзя. Из-за этого нельзя убивать, между прочим, всегда погибших азербайджанских солдат было больше. Поверьте, я не имею никакой причины, как бы, говорить неискренне. Я искренне соболезную всем тем семьям, у которых погибли молодые парни. Я уже не говорю о очень, очень извиняюсь, грязной политике, когда на передовую, на передовую выдвигается всегда больше половины, если не больше двух третий. Это представители тех национальностей, которых Азербайджан называет национальными меньшинствами, но они не есть национальные меньшинства. Это малочисленные народы, это талыши, это лезгины, это удины, это, в конце концов, курды. Они, вот, за пределами курдов, кроме курдов, все остальные живут и жили постоянно в исторических своих местах проживания. Так вот, нельзя их посылать на передовую, потому что таким образом решается еще одна грязная политическая задача – сократить численность этих малочисленных народов или их растворить и ассимилировать. Вот так что, я согласна с вопросом, нельзя ни за какую идею убивать. Есть только один вопрос, который, вот, задающий, я говорю, я не знаю, у какой национальности, про карабахскую проблему. Еще раз, карабахская проблема возникла не из-за карабахцев, она изначально, и в 88-м, возникла как сопротивление, уничтожение и дискриминации армянского народа. Нельзя ни уничтожать, ни дискриминировать любой народ только для того, чтобы доказать недоказуемое. Господа Лавердян, я бы хотела перед тем, как ко второму вопросу обратиться, тоже вопрос от зрителей, здесь задать такой вопрос. Почему все еще не закрыт вопрос урегулирования карабахского конфликта? Если бы было все ясно, если бы это была стопроцентно признанная территория Азербайджана, Карабах, Почему до сих пор существует вопрос урегулирования карабахского конфликта и вопрос статуса? Вы знаете, международное сообщество ведь не обучается по полностью искажающим историю учебниками Азербайджана. Международное сообщество имеет под рукой не устное народное творчество, а имеет документы. Наша территория, наш регион, это регион, у которого есть письменная история. История, закрепленная договорами, будь то между Россией и Ираном, будь то между Россией и Турцией, будь то между Турцией, Арменией, Азербайджаном. То есть это письменные документы. И вот международное сообщество, я уже не говорю о дипломатическом корпусе любого государства, они прекрасно знают всю эту историю. Они не случайно все время подчеркивают, что надо уточнить, потому что изначально, с момента возникновения Азербайджанской демократической республики, было всем понятно, что новая страна, новое государство, оно претендует на территории в этом же регионе, которые в разные века принадлежали другим государствам древним, будь то Грузия, Эмиретия, Грузия и прочее, будь то Армения, будь то Иран, будь то Россия. Ну не надо же оспаривать простую вещь, как государство Азербайджан появился на политической карте мира первый раз. В 1918 году, в то время, как все остальные государства этого региона, они возникли раньше, у них была письменная история, у них были взаимоотношения с миром. И вот поэтому международное сообщество трудно ввести в заблуждение, трудно им как бы подставить глобус Азербайджана, понимаете? Это невозможно, потому что есть письменные документы. И поэтому убедить международное сообщество... Кстати, я тоже отношусь к международному сообществу, к его разным позициям в разное время достаточно критически и готова обсудить любую такую болезненную реакцию, для нас болезненную реакцию или отсутствие реакции международного сообщества. Но, однако, нам нельзя не считаться с грамотностью, с образованностью вот того сообщества, которое этим занимается. Поэтому попытки, вы понимаете, вот давайте еще раз, стоит разве такая идея, попытки руководства Азербайджана, а теперь я повторяю, введенного в заблуждение какого-то другого слоя населения Азербайджана, оспаривать, что на Горной Карабах давно, армяне на Горной, давно реализовали свое право на самоопределение, которое было попрано Азербайджаном и продолжает сейчас попираться. Все. Вы знаете, у меня масса самой претензий, почему говорят о праве народов на самоопределение, а не о том, кто и как нарушил это реализованное право. Почему международное сообщество не поднимает вопроса силового подавления вот этого самого реализованного уже в советское время и до него права на самоопределение. Поэтому, когда мы говорим о том, что почему этот вопрос поднимается, надо бы задать с другой стороны вопрос. Почему Азербайджан этого не понимает? Почему Азербайджан, понимая это, я уверена, продолжает настаивать на полностью антиправовом, неправовом подходе, а именно попытке подавить полностью право народа на самоопределение, которое у него уже было и было реализовано. Поэтому убедить международное сообщество, я оставляю в стороне геополитические интересы разных стран. Но убедить их в том, что нету проблемы как статуса, так и вообще проблемы Нагорного Карабаха, это напрасные надежды. На что надеется все-таки Турция и Азербайджан? На то, что сейчас у нас очередной, вот в 21 веке, 20-е годы, это время тектонических геополитических изменений. И история показывает, что Турция, по крайней мере, всегда умела использовать эти периоды для расширения своего жизненного пространства. Я полагаю, что у нас есть все надежды считать, что 21 век, спустя уже почти 70 лет после принятия на вооружение Организации Объединенных Наций новой концепции международных отношений, не может случиться то, что случалось до этого. Спасибо за ответ. Еще один такой комментарий оставлен после просмотра интервью с врачом Арзуманяном о необходимости новой системы безопасности. Итак, вопрос зрителя. Мирно жить надо с соседями, вот и вся безопасность. Мне это очень хорошо напоминает буквально годы тому назад, когда Турция провозгласила ноль проблем с соседями. И мгновенно появились не ноль, а 10-20 проблем с соседями. То есть надо все-таки хорошо понимать, что эти примитивные зачастую лозунги, они не могут скрыть реальной политики. Я даже не говорю истинной, а реально проводимой. Действительно, а чего бы нам не жить мирно? Например, зачем надо было, повторяю, азербайджанским вооруженным силам выходить на территорию Армении, там закрепляться? Зачем надо похищать, скажем, этих мирных жителей, посущих войск? Зачем надо посещать их постов? Еще это не азербайджанский пост, это четко армянский пост. Зачем надо похищать оттуда людей? Зачем надо 16 ноября 1921 года, спустя год и неделю, после вот этого заявления трехстороннего о прекращении, по крайней мере, о прекращении огня, зачем надо было заново все начинать? Надо жить мирно. И это аксиома для всех. Надо жить мирно. Это означает, не надо инициировать, причем такие шитые, так сказать, грубыми, да, черными нитками по белому, что это начинает Армения или Арцах. Понимаете, ведь же люди руководствуются не только лживыми, по сути дела, заявлениями, они руководствуются логикой. Например, а зачем это надо начинать Арцаху, если у него, его устраивает статус-кво, который был, речь идет о 20-м годе, 27 сентября. Зачем Армении начинать что-то 16 ноября 21-го года, если, ну, на всех уровнях армянского официоза было заявлено, была протянута рука. И вот тут-то и говорят, и кто-то камень положил в его протянутую руку. То есть мы четко должны понимать, что не эта попытка сокрыть несокрываемое, как говорят, шило в мешке не утаишь. Поэтому и первый, вот предыдущий ваш вопрос, поэтому международное сообщество не считает эту проблему регулированной. И поэтому клич, я по-другому не могу это назвать, жить мирно с соседями, я возвращаю нашим же соседям. Потому что трудно понять, что ты провозглашаешь мирное, и, так сказать, сосуществование или жизнь с Арменией, и в это время делаешь то, чего у тебя не было до этого. В Шуши заключаешь Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве и взаимопомощи в случае нападения на одну страну. Это, между прочим, это интереснейшая декларация. Она показывает, что участие Турции в 2020 году полностью было преступлением против международного права, поскольку у них не было даже такого соглашения. Я оставляю в стороне, насколько это нарушает баланс сил в регионе и прочее. На это все есть международные нормы. Но я хочу вам сказать, что те, кто хотят собственно жить в мире с соседями, они не разрушают церкви, они не уничтожают все культурное наследие, они в конце концов официально не создают для этого комиссию, которая будет переиначивать, я повторяю, превратить всю территорию, на которой впервые азербайджанское государство появилось в 1918 году, убедить весь мир, что все, что было до этого на этой земле является азербайджанским, это непосильная задача. Это вызывает, вы знаете, было бы, как говорят, было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что тем самым вводят в заблуждение целый народ. Я говорю об Азербайджане, я неоднократно говорила, что жертвами преступной политики верхушки первыми жертвами являются свой народ. Вспомним, давайте, Германию гитлеровскую, чтобы мне далеко за примерами не ходить. Поэтому картина здесь более чем ясная. Я еще раз хочу подтвердить свое региональное мышление. Да, я всю жизнь, говоря о том, что происходит, будь то по Арцаху, будь то по Армении, я всегда говорила о том, что за пределами чисто национальных проблем существуют проблемы региональные. И если соседи наши не откажутся от бредовой идеи полностью превратить регион в турко-азербайджанский или просто турецкий, то о каких таких предложениях мира речь идет? В данном случае вспомним, что и в прошлом веке, и сейчас, когда такие политические силы говорят о мире, они говорят о полном подчинении всех народов одному этносу, одному государственному или титульному народу. Это не может произойти, я повторяю, это не потому, что я неисправимый оптимист. Посмотрите, вообще давайте мы с вами раз и навсегда запомним, мы не одни в мире. И все, что происходит с нами, происходит в очень сложном, но все-таки большом мире. И вот в этом мире, какое бы вы ни взяли сейчас пространство, любые наскоки и попытки решить проблему в пользу одного игрока, они сегодня обречены неудачу, на неудачу. Давайте вот какой угодно, в Большом Востоке, Ближнем Востоке, берите Азию, возьмите Африку, абсолютно везде. Я бы хотела все-таки напомнить, несмотря на рудименты прежней, но почти что каменного века политики, такие рудименты, они везде наблюдаются. Не надо, не надо забывать, что что-то сильно изменилось. И те, кто разные времена в пользу себя, вот какой-то такой узкой национальных интересов, так сказать, что-то делают, они все равно возвращаются на круги своя, а именно заложенные в прошлом веке, в середине прошлого века, тогда, когда Организация Объединенных Наций провозгласила идеологию, идеи отдельных, как говорили, идеалистов, будь то права человека, будь то мирное существование, будь то право человека на развитие. Вы знаете, это мало кто озвучивает. Вообще, это была целая революция в международных отношениях и мировой политике. Поэтому я считаю, что надо действительно отказаться от идеологии «все мое, все мое». И поэтому я думаю, что у нас в регионе есть еще возможность действительно установить справедливый мир, а не мир, который строится по таких вот воображениям отдельных, повторяю, нацистских настроенных, нацистски настроенных кругах политиков. Я бы хотела здесь уточнить, вы сказали, армянские церкви, они считают все-таки не азербайджанскими, они это называют албанскими. Или вы... Да. И вот я бы хотела еще раз вслух прочитать, как называется это создание, это рабочая группа, о которой вы сказали, рабочая группа по изменению идентичности армянских религиозных, исторических и культурных памятников, оказавшихся под контролем Азербайджана. В частности, что делается? Они даже надписи стирают. Это идет процесс, так, новое название, албанизация наших... Да, вы знаете, это очень хорошая вещь. Ну, наконец, интересно, что в Азербайджане определились со своими предками. Потому что я прекрасно помню, то они искали предки в медицах, то в тюркских народах, то в других, то в том числе. И, наконец, а что такое Албания? Вообще, кто-нибудь задавался этим вопросом? Вот этот Атерпатакан, это что такое? Откуда идет Адербайджан? Ну, я и говорю, что мы фактически... Они думают, что они выводят себя из какого-то тупика. На самом деле, вы меня извините, Атерпатакан или то, что вот в различных трудах историков называлась там часть Албании, другая называлась... И сегодня, кстати, в Иране называют часть Южным Азербайджаном, Северо-Восточным Азербайджаном. Вы меня извините, существует, я еще раз говорю, не просто такие памятники, которые можно с молотком или как с топором, как присуще азербайджанской весьма националистически настроенной прослойке. Не забывайте, это никто не забудет, спящего офицера убивать топором во время курсов, невозможно, во имя мира. Эти курсы НАТО, так они назывались. Понимаете, вот об этом мире нам хотят все время напоминать. С топором в руках убивать спящего офицера или с молотком и зубилом сшибать надписи. Скажите, пожалуйста, от того, что вы сшибли эти надписи, вы что, уничтожили все письменные источники на различных языках? начиная с греческого, фарси, латинские и прочие источники. Вы там тоже будете выбивать зубилом? Вы понимаете, нельзя примитивными инструментами искажать историю. Конечно, наверное, это удастся там что-то скинуть. Какими буквами они будут писать? У нас там около двух тысяч памятников, кстати. Понимаете, то есть албанизация албанизация? Я хочу вас всех просветить. Это не означает ни азербайджанизация, которого не было этого на слово, ни тюркизация, албанизация, или то, что называют албанским наследием. Никакого отношения ни к этническому, ни к религиозной принадлежности не имеет к азербайджану. Эти попытки затем построить свою древнюю историю и сказать, что да, демократическая республика Азербайджан возникла в 2018 году, но до этого была Албания, которая тоже Азербайджан. Не случайно искажают историки Азербайджана, что Армения и Айастан это разные вещи, что УРАРТУ никак не может никакого отношения к Армению. Понимаете, надо сказать, к счастью, конечно, на серьезных научных уровнях и площадках это все даже не обсуждается. Но на кого работает это? Это работает как раз на ту массу, которая подвержена манипулятивным технологиям. Она влияет, она работает, то есть это возбуждение самых низменных инстинктов, кстати, в народах разных, потому что примитив есть примитив, с тем, чтобы мир такой в их представлении был полностью албанским или, как Эрдуган заявил, 21 век это мир тюрков. Понимаете, ну нельзя на одни и те же грабли заставлять наступать свои народы. Вы знаете, во всех этих вот перипетиях редко когда погибала верхушка. Это прошлый век, середина прошлого века в этом смысле тоже является очень показательным, потому что или покончили самоубийством, увидев крах человека ненавистнического подхода, или их осудили и приговорили к смертной казни, а другие скрывались десятками лет, что за жизнь, то мы должны понимать, что в настоящее время такой подход с топором, с молотком и зубилом, и то, что происходило в джуге, нахчеване, уничтожение древнего кладбища с памятниками, хачкарами, понимаете, это это все тоже остается, не надо думать, что история избирательна, вот она это запоминает, что ты хочешь ей внушить, а вот это нет, во-первых, история непрерывна, и во-вторых, у нее ничего не исчезает, ее предают забвению в разное время, как говорят, непредсказуемое прошлое делают, но потом всплывает, да, но на самом деле, я повторяю, эти короткие, эта игра на короткую дистанцию, она все равно обречена на провал, хуже здесь другое, что пострадают от этого все народы. Итак, продолжим нашу тему, Карабахское движение, с чего началось, с чем может закончиться? Ну, давайте вспомним, как я уже сказала, не было совершенно, скрывать невозможно было, что в Нагорно-Карабахской автономной области, которая, собственно, представляла себя всего лишь огрызок из того, что было спорной территорией Нагорного Карабаха, проводилась полностью демографическая такая политика, которая должна была постепенно, как было в Нахчеване, постепенно выжить оттуда армянский элемент. Ну, надо сказать, в Нахчеване это получилось, собственно говоря, из истории наконец-таки извлекли уроки армяне Арцаха, и они конституционно, я повторяю, это любой студент знает, я полагаю, что если кто-то вводит кого-то в заблуждение, достаточно открыть конституцию СССР, конституцию Азербайджана, и, наконец, обсудить те решения, которые принимал Азербайджан, на соответствие их, вот этой конституции, я не могу удержаться от соблазна, чтобы не сказать, когда Рамиля Сафарова отпускали сразу, азербайджанский же известный юрист, он подчеркнул, что это противоречит конституции Азербайджана, и законодательству Азербайджана, то есть, это в самых простых, ну, как бы, более материально ощутимых таких ситуациях, поэтому нам надо сказать следующее, армяне Карабаха решили противостоять нахичименизации, то есть, полному их вытеснению или ассимиляции в азербайджанском, если так мы и будем называть, начиная с 36-го года, этносе, поэтому они обратились, повторяю, сравните методы борьбы азербайджанской элиты политической с тем, как подняли вопрос Карабаха, они подняли вопрос на конституционном уровне, обращаясь с просьбой, это прописано, это право обратиться с просьбой от одного автономного образования к Верховным Советам Республик, это прописано в Конституции СССР, все попытки доказать, что это антиконституционные, они обречены, я очень извиняюсь, просто на провал, причем такой громкий провал, и так это началось 20 февраля, 88-го года вечером было принято это решение, но надо сказать, а что в Азербайджане не знали об этом, или в Кремле не знали, все знали, все знали, и не только знали из каких-то тайных сообщений, предположим, как бы, нет, об этом говорили, сообщали Кремлю и азербайджанские политические деятели, и Нагорно-Карабахское, тут сказать, руководство, ведь же группа людей, руководство вот этого, так сказать, движения, они что, они поехали в Кремль, они поехали в Москву, где-то еще это было 18-го, 20-го января в этих пределах 88-го года, и сказали, вы знаете, мы вот это вот начинаем, да, нам кажется, что, ну, уже вот совсем, смотрите, вот изменение процентного соотношения, населения, руководство, инженерные кадры, врачи, преподаватели, все, все меняется, и это все-таки нам не нравится, я уже не говорила о других дискриминационных методах, и что, и сказали, у нас есть какая-то надежда, это все зафиксировано, я не придумываю, и им сказали, есть хоть какая-то надежда розовая, да, конечно, сказали, есть даже красная надежда, Кремль в курсе был, сегодня мало кто хочет обращаться к проблеме роли Кремля в разнузданном вот этом действии, которое последовало за скромнейшей просьбой, обращенной к двум Верховным Советам, Уже 21-го утром автобусы, которые двигались, как всегда, из Армении в Азербайджан на Горный Карабах, они были все абсолютно закиданы булыжниками, не просто камнями, были уже раненые, вы что думаете, в Советском Союзе просто так, простой человек, как говорят, взял бы булыжник и кидал бы в автобусы в Советское время, 88-й год, февраль, до прекращения существования СССР, долгих почти четыре года, все говорят три, но просто забывают, 88-й, 89-й, 90-й, 91-й, без двух месяцев четыре года, это было бы просто так, нет, это была организованная реакция камнями и булыжниками в ответ на реализацию конституционного права, вот когда сейчас зубило берут и будут это делать, мне все время это напоминает, написали на бумаге и отправили в нужные органы, на это надо отвечать булыжниками, я очень извиняюсь, я хотела бы уточнить, значит, не просто было обращение, просьба, как вы говорите, а также еще проводились консультации, были консультации с Кремлем, поехали, вы знаете, еще раз, сегодня мало, то есть Кремль был осведомлен до последних, вы знаете, сегодня мало кто представляет, потому что уже долгие, что Советский Союз, на этот процесс, конечно, они встречались с высокопоставленным чиновником, представителем партии и прочее, то есть мы должны понимать, что, между прочим, вот этот вот тезис был, что все заварили из центра, но всегда хотели еще обелить и ту часть политической верхушки Азербайджана, которая жаждала буквально крови, не получилось мирным образом вытеснить, так мы вам покажем, как мы можем еще, что это сумгаид, это что, сумгаид требовал отделения от Азербайджана, причем тут сумгаидцы, армяне, которых убивали, ребенку голову отрезали и играли в футбол, это что, в ответ на конституционную просьбу, это является характеристикой мирного подхода, нет, и повторяю, поскольку сумгаид был первым действом, никто не возьмется написать больше, чем были признания азербайджанцев из сумгаида во время открытого суда в Москве над двумя убийцами, армяно-убийцами, вы знаете, переводчик, который все это зафиксировал, есть эта книга, есть печати, если кому-то интересно, думаю, что и в интернете она уже разложена, посмотрите, это говорят азербайджанцы, которые были обескуражены, они были обескуражены, это Советский Союз, это все все знают, и все должно быть наказуемо, показывают, и мы у нас фильм, я являюсь экспертом в этих фильмах и со сценаристом, как из машины явно комитета госбезопасности наблюдают, как толпы, уже так надо говорить, в сумгаите, вооруженные различными предметами, колющими и прочими, и прочими азербайджанской национальности, как они двигаются, и в машине говорят, вот они говорят, сейчас двигаются к вокзалу автобусному, то есть за этим еще и наблюдали, не приостанавливали, а наблюдали, поэтому надо четко сформулировать следующее, я ни одного из людоедов не считаю принадлежащим к той или иной нации, вот те, кто разрушал построенную на нормальных человеческих отношениях атмосферу в сумгаите, это я не могу их назвать азербайджанцами, это не люди, плохо то, что в сумгаите и в азербайджане так и не пригвоздили их к столбу позора, напротив, опять-таки определенная прослойка героизировала их и под этим флагом начало изгонять армян Баку, предки которых и да и не сами вложили всю свою жизнь, все свой талант в созидание, в строительство, вообще формирование самого города Баку, таким образом нам надо четко осознать в Азербайджане начиная с 18 года прошлого века, с того момента, когда Турция создавала Азербайджан как геноцидотворящую республику для завершения геноцида армян и восточной части, то есть в левобережье на этих известных рек, мы должны понимать, никогда не прекращалась деятельность этих нацистских по своей сути групп, это было и в Советском Союзе, между прочим при Багирове, где-то в начале 50-х даже суд был, и это продолжалось все это время, просто антиармянская или расистская политика этой политической верхушки, она принимала различные формы, повторяю, большая часть народа, я думаю, никогда не была причастна к этим зловещим планам по разрушению того многообразия национального, культурного, конфессионального, которым всегда отличался Южный Кавказ, я полагаю. Другой разговор, точно так грамотная германская нация поддалась такому соблазну, вот как они пойдут и как они будут порабощать одни народы, уничтожать другие, улучшать свою породу, я извиняюсь, так написано в этих источниках, что она тоже увлеклась этим, не случайно Нюрнбергский процесс, когда был, до фактически были приняты такие решения, которые в определенном степени, в определенной степени они были наказанием или напоминанием и всему народу немецкому, и это надо помнить, поэтому, когда мы говорим, как начиналось Карабахское движение, Карабахское движение начиналось с реализации конституционного права, выхода с просьбой о выходе из состава одной республики, перехода ее в состав другой республики, в едином, казавшемся не таким непоколебимым государстве СССР. Ответ на это был не просто силовой, это были, повторяю, рудименты каменного века, были инстинкты реализованы людоедов, каннибалов, надо четко осознавать, повторяю, в моих словах никто не услышит оскорблений всему азербайджанскому народу, эти люди не имеют национальности, у них нету никакой веры, и все это прикрытие, что это мусульмане, борются, это все абсолютная ложь, грязная ложь, она оскорбляет, повторяю, прежде всего азербайджанский народ, а затем она из себя представляет полную и самодостаточную угрозу для народов, всех народов нашего региона, вот поэтому начиналось Карабахское движение, и поэтому оно будет продолжаться, не надо, не надо увлекаться, не надо полагать, что временные, запрещенные к использованию виды оружия могут принести долгосрочный мир в регионе, так не бывает, использование беспилотников против мирного населения, в том числе я оставляю в стороне вообще проблему использования беспилотников, причем с летальным оружием и прочее, я это оставлю, против мирного населения, это преступление против международного права, оно карается заказом, то, что оно запаздывает, вы знаете, мне приходит на ум совсем другая история, это восточный Тимор, который в 74-м году сумел добиться независимости, через 7 дней индонезийские войска вошли и смешали с землей и кровью, почти четверть населения было вырезано, 24 года индонезийские вот эти абсолютно российские власти, они творили беззаконие в восточном Тиморе, и да, международное сообщество не реагировало как следует, да, народ восточного Тимора претерпел немыслимые страдания, но в конце концов они добились независимости, и восточный Тимор как раз один из тех примеров, когда независимость сначала непризнанной государственности была наконец признана, мы кстати к этому обратимся, когда будем с вами обсуждать вопрос, вообще был-то какой-то другой выход, и сегодня еще есть какой-то выход, мы в конце концов должны выйти на это, таким образом Карабахское движение нельзя никогда смешивать с реакцией на Карабахское движение, да, были жертвы из-за реакции на мирное конституционное требование, это разные вещи, не надо никогда вводить в заблуждение, что было сначала, и что за этим последовало, поэтому я считаю, что ни одна жертва со стороны борющегося за свое право на отделение от геноцида творящего государства в пределах Советского Союза, и поэтому мы можем говорить о том, что все эти погибшие, они осветили эту борьбу, я человек верующий, и я считаю, что конечно мы их теряем на земле, но на небесах это воинство нам помогает, и я часто говорю, что те, кто светло ушли, они не оставляют нас в беде, зачастую те, кто живет, по земле ходят, делает меньше, чем те, кто души, чьи души в небесах, и я уверена в этом. спасибо, давайте на этом сегодня завершим, мы будем продолжать этот цикл, карабахское движение, с чего все началось, сегодняшняя ситуация, чем это может завершиться, мы еще не нащупали этот вопрос, не коснулись еще этого. одно предложение, очень важно сегодня говорить об этом, потому что я думаю, что те, кто не знали, что было 30 лет назад, не знали, что было 100 лет назад и прочее, они же могут сегодня наблюдать, и эти параллели, они не могут остаться незамеченными, непонятными, не осознанными, и я думаю, что я благодарна за то, что Майан Топан начал этот цикл. Почерк остался тем же. Да, и главный почерк, и что самое интересное, все абсолютно беспочвенные надежды на царствование одного элемента над всеми остальными. Просто это всегда, да, оно в разные периоды появляется у разных народов. Царствование одного элемента, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что когда мы говорим о каком-то очень близком, но все-таки прошлом, то мы должны иметь в виду, что мы это не говорим для того, чтобы у нас вопрос был, чтобы как-то у всех это возбудили какие-то негативные чувства к соседнему народу. Наоборот, мы хотим, чтобы сегодня мы все это обсудили и поняли, что снова политические элиты с бредовыми нацистскими, неонацистскими идеями ведут к беде и свой народ, и народы всего региона. Наша с вами задача лучше, чем кто-либо думает. Мы не говорим об истории, мы говорим о будущем, мы говорим о том, как сделать все от нас зависящее, чтобы темные, кровавые страницы нашего совершенно недавнего прошлого, это ненавистническая человека, ненавистническая риторика ушла бы, пока она еще есть, ни одно из благих или с благими целями вопросов и пожеланий они нереализуемы. Надо сначала хорошенечко почистить язык, потому что язык, он не является производителем мысли, он только воспроизводит, а производит это все в головах абсолютно, повторяю, расистски и абсолютно человека ненавистнически настроенные политические элиты. В данном случае я говорю об Азербайджане и Турции, потому что вообще сегодня нам хорошо говорить, армянская сегодняшняя государственная элита, казалось бы, делает уже нелогичные даже предложения Азербайджана и Турции, имея в виду политику и риторику, которая звучит из этих двух стран. То есть мы должны хотя бы сейчас, но сейчас хотя бы кто-нибудь может наконец набраться смелости и сказать, что геноцида генная, две страны, два государственных образования сегодня объединяются для чего? Для завершения геноцида прежде всего армян, а затем и растворение или выселение или выталкивание отсюда другого этноса или-или. Поэтому мы с вами говорим даже не об армянской проблеме, не об Арцахе на городе Карабахи, мы говорим о проблеме региона нашего, всех народов, которые здесь живут, и я надеюсь, мы услышаны будем. Спасибо. Спасибо за интервью, спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Напомню, что в эфире была программа «Нои Антапан на русском», в гостях у нас была главная эксперт спецкомиссии по вопросу Марцаха Верховного Совета Армении 1991-1995 годы, первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян, беседу Вилага Анна Аракелян, всех благ и мира всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова